Привет, мои хорошие! Настало время вам рассказать, чем мы все-таки занимаемся и как мы будем вылезать из этой задницы, в которую мы попали. Итак, пойдемте, я вам покажу. Будете меня поддерживать и давать рекомендации. Это ария, где мы вот хотим обосноваться. Подряд идет три ресторана. Этот ресторан морепродуктов. Здесь сервесерия, делают сервесу и по выходным дегустацию. Здесь именно они готовят еду, а только как бы домашнее пиво. Ну не знаю, домашнее, домашнее, но руками, собственными руками делают. В общем, пиво производят какое-то вкусное. И тут вот тоже есть зона барбекю, но они даже не открывают и ничего не делают. Ну и сейчас подходим к самому интересному моменту. Итак, мы решили открыть ресторан и работать сами. Вот сейчас я подхожу к ресторану. Он находится на въезде с центральной дороги. В общем-то здесь вот второй ресторан, очень удобно. И это вот небольшой наш ресторан. Есть въезд для людей-колясочников, что очень важно. И вот вход. Сейчас я зайду и покажу, что тут есть и какой это ресторан вообще. Итак, мы заходим. С правой стороны здесь мы видим площадку обыкновенную. Вход во второй ресторан. Дверь, но она закрыта не работает. И вход в туалет. Итак, с этой стороны мы планировали вот вдоль заборов, конкретно вот где вот эти кусты, поставить зону барбекю. Видно с дороги. Очень такое место хорошее, потому что, ну, мне кажется, здесь будет очень неплохо. С этой стороны, где вот сейчас цветочки, здесь у нас будет мойка, ну, потому что барбекю надо с мойкой. Но это будет потом, это будет не сейчас. И, естественно, мы увеличим крышу. Протянем вот сюда эту крышу, поскольку, ну, если будет дождь, то чтобы, по крайней мере, наш уголь не намок. С противоположной стороны от зоны барбекю у нас есть такая печка, где я буду выпекать хлеб, булочки и все такое. Делать лазанью. Это печь настоящая из, как это, ну, из, ой, блин, я запачкалась. В общем, вы видите, настоящая печка. Вот. Мне кажется, очень суперски, правда? И тоже раковина. Ну, все, здесь надо, конечно, еще убирать. А ваниль, ой, как, вентилятор, чтобы все-таки от жары, жара от печки людей не беспокоила. Итак, идем дальше. Итак, заходим в зону террасы. Ребят, вы видите наши стульчики. Они стоят здесь. И вот мы пригласили им плядос, который будет все это обдирать, потому что, ну, нету времени заниматься этим. Итак, мы смотрим. Здесь зал. Зал тоже, как бы, разделен на зоны. Оранжевая стена, желтая, синяя. Стульчики вот маленькие мы привезли для деток. Видите, зона печка. Здесь выход в этот хардин. Я сейчас зайду, вам покажу заодно, кстати, что у нас продают, какие растения. Ну, здесь в основном пальмы, цветы в другом месте. Ну, неважно. В любом случае, я вам покажу. Итак, я сейчас зайду в хардин. Рио. Немножко покажу, какие здесь пальмы продаются. Орхиды. Вот такие-то, видите, целая куча орхидеи. Ну, они, конечно, не цветут, но отцвели, вернее. Я уже совсем далеко не буду глубоко заходить. Но просто вам покажу. Вот эти я люблю пальмы, они красивые. В общем, целая куча здесь цветов. Ну, в основном, конечно, пальмы. Есть и другие растения, но в основном пальмы. Такая огромная. Я глубоко не буду заходить, потому что, в принципе, я не спросила разрешения. Просто смотрю, что здесь никого нет. И вот я зашла без спроса. Ну, а так вообще, конечно, некрасиво делать. Поэтому я удаляюсь. А там еще, вот видите, такие, типа, ну, не комнатные, но рассада маленьких этих всяких растений, которые тоже высаживаются. И они потом разрастаются, как ненормальные. Это работает наш электрик. Просто щит электрический здесь. И вот он будет делать, проводить электричество, потому что плохая... Ну, там есть проблема, короче говоря, с электричеством. Ой, смотрите, это Агава выпустила стрелку. Вы видите, будет цвести. А эта пальма цветет, уже цветет. И смотрите, сколько там мушек. Они, видно, собирают нектар или что-то. Вот так вот пальма цветет. Смотрите, как красиво. Видите, такие маленькие цветочки. Потом будут семена красные. И вон целая куча этих мушек. Мушек, мушек, мушек. Целая-целая куча. И бабочки тут летают. Все, в общем. Видите, Агава какая супер, да? Он она. Унтито. Кончик. Ну вот. Так, продолжаем. Посмотрели цветочки. Продолжаем дальше. Есть вентиляторы. Вот такая крыша. Ну, не очень красивая. Ну, ладно. Большие окна. В общем, мы пока перекрашивать не будем, потому что, ну, просто-напросто на все нету денег. Окей? Так что оставляем все как есть. Но мы съездили, уже купили ткани на обтяжку этих стульев. Я вам тоже покажу и других еще стульев. То есть, покажу попозже. Дальше. Проходим в зал. Проходим в зал. Тут, вы видите, тоже мы пару столов привезли. Несколько там стульев. Таких, таких. В общем, мы делаем, ребята. Мы не покупаем. Мы собираем все, что у нас есть дома. Все, что может работать и помогать нам сейчас. Потому что, ну, нет у нас все денег. Сами понимаете. Это большие очень вложения. Тысячи и тысячи долларов. У нас таких денег нет. Итак, очередной наш столик кругленький. Ну, я сделаю скатерть. Я купила. Я вам покажу потом ткани, которые я купила. Ткани хорошие. Буду шить скатерть сама. На стулье буду делать подушки тоже сама. Пластмассовый. Все, что есть из дома. Еще мы не перевезли. Видите, вот эти табуретки. В общем, двери здесь такие деревянные, двойные. Как ставни. Очень красиво. То есть, можно закрыть. Если дождик или что-то. Итак. Подсветка тут есть. Бар. Ну, барная стойка. Здесь, наверное, в будущем будет телевизор. Когда будут деньги. И когда мы его купим. Здесь тоже поставим пару столов. Не знаю, каких. Но поставим пару столов. Вот эта мойка, кстати, наша. Мы сюда ее перевезли. Для зоны, где будет барбекю. Там будет вот эта мойка. Я вам говорила. Так, это наш конхеладор. Как это? Морозильная камера. Одна и вторая у нас еще дома. Мы еще не перевезли. Но надо все мыть. Это все такое, знаете, грязное. Вы лучше не судите строго. Ремонт. Ну, не ремонт, а сейчас облагораживаю. Ну, вообще, вот такая барная стойка. С мраморная стойка. С мраморным покрытием. С мраморным покрытием. Мне кажется, все очень даже неплохо. Видите? Очень много здесь всяких этих полочек. То есть, каждое... Достаточно места. Тут немножко надо все еще облагородить, помыть. Ну, маленькая раковинка. Ну, руки сполоснуть достаточно. Вот, видите? Вот такие, такие, такие. Вот, в принципе, вот эти окна, они как, тоже раздвигаются, да? То есть, можно открыть, и будет просвет, пространство, воздух и так далее. Вот, потолок еще раз вам покажу. Не знаю, здесь бы, конечно, я хотела покрасить, потому что этот такой поносный зеленый цвет какой-то мне... Я извиняюсь, но так и есть для меня. Мне абсолютно он не нравится. Цвет ужасный. Ужасный. Видите? Какой зеленый, такой непонятный вообще хаки, не хаки, какой-то защитный. Но я не люблю, я хочу. Все-таки тут тропики, надо что-то такое яркое, красивое. Так, проходим на зону кухни. Пока тоже не пугайтесь. Это сейчас вот у нас работники работают, будут устанавливать вот эту мойку огромную. Вот наш огромный-огромный холодильник. Он из трех... Он, конечно, тоже грязный, но он из трех таких... Ой, из трех больших камер. Но мне не привыкать мыть холодильники. Видите, какие... То есть... Отпэ... Шу. Не отмою, а... Сами знаете, какое слово. Вот. Ой. То есть тут будет для овощей, для мяса, разделения очень хорошо. И заходим на кухню. Мы еще пока не установили все. Так, плита огромная тоже, плита индустриальная, профессиональная. Тоже будем мастера приглашать, он нам будет все это проверять, мыть комфорки, прочищать все дырочки, все-все-все. Это огромная вытяжка. Естественно, что с этой стороны у нас будет, ну, что-нибудь, какие-то полочки или что-то куда-то поставить, прикрепить. Ну, сами знаете. Пока будем из подручных материалов. Вот здесь будет мойка вот эта длинная, которая, да, вот она прямо идет до самого конца. И плита будет вот здесь стоять под компаной. Ну, под вытяжкой этой, конечно. Все видите, какое все грязное, черное. Ну, ничего, глаза боятся, руки делают. Здесь у нас есть танк, танки, как это, бочка с водой, потому что часто здесь воду отключают. Ну, вернее, то проблемы какие-то часто, не часто, но бывает. И, короче говоря, чтобы у нас была, по крайней мере, вода. Тоже есть вентилятор. Все это надо мы чистить. Вообще все это подлежит ремонту. Но пока мы, как я говорю, будем открывать. Просто помоем, чтобы все было чисто. Даже не будем красить. Ну, вот такой, не знаю, большой-небольшой, но где-то у нас будет раз, два, три, шесть, семь столов мы поставим. Здесь будут в зале внутри вот такие, наверное, вот, типа, кругленькие и с этой стороны такие на четыре персоны квадратные, знаете, маленькие столики. Здесь будет шесть табуреток вдоль бара. Тоже я на них сделаю подушечки красивые. Ну, и вот этот зал. Ну, не знаю, говорите свое мнение. Как и что? Что вы видите? Как вы видите этот ресторан? Не знаю, мы планируем открыть его в октябре. То есть сейчас сентябрь. У меня будет жутко напряженный, потому что надо будет работать и тут, и учиться, и домом заниматься, как говорится. Ну, в общем, все в таком вот духе. Но я очень довольна, что здесь есть печка. Это вообще супер. Еще с другой стороны будет, вот тут будет барбекю и будет best of the best. Кстати, я вам не показала туалет. Давайте пройдем, я еще покажу вам туалет. Так, раковина и туалет. Сейчас я... Ой, открою. Нет, открыто. Туалет достаточно большой. Смотрите. Большой, большой, большой. Заходим. Здесь, конечно, тоже бардак, но... Вот, видите. Ой, эти вот проведенные трубы, вот эти белые, их надо будет как-то убирать. Не знаю, почему вы сделали. И здесь вот есть такой хозяйственный шкаф, где можно все хранить. Или там эмплиадус, могут раздеться. Все тут будет под замочком, закрываться. Видите? То есть, ну, это все надо мыть, 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 убирать. Все тут желтое с голубым. Тут люди любят вот эти цвета. Ну, ладно, я, как говорится, ничего другого пока сейчас делать не могу и не буду. Так, закрываем. Все. Ну, вот, вот такой вот будет у нас в ближайшем будущем ресторан. Ну, что вы скажете? Пишите комментарии. Может быть, у кого-то какие-то есть идеи. Подскажите. Я не дизайнер, я вообще этим делом не занимаюсь, не увлекаюсь особо, да. Но придется чему-то обучаться. Как-то, в общем, что-то делать. Итак, всем спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. И, как всегда, кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok